Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня Константин Бранзит. Здравствуйте. Слышите ли вы нас, Константин Эдуардович? Здравствуйте, ребята. Российский аниматор, сценарист, режиссер анимационных фильмов. С нами сегодня на связи. Телефон на прямого эфира в нашей студии. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете подключаться и задавать вопросы нашему гостю. Но вы ведь также и озвучиваете своих персонажей. Например, вот вспоминаю, как вы озвучивали сына царя Василевса. Это очень смешно было. Вот озвучание в анимации. Какую роль она играет? Да, это вот такой дебил там был. Ну да. То есть, например, «Звездный голос», он может стать гарантией успеха, если он озвучивает какого-то мультипликационного персонажа? Ничего подобного. «Звездный голос» — это всего лишь один из инструментариев в любом кино. Ну, особенно мультипликация. Ну, наверное, конечно, там какая-то лепта в общий вклад, в общее качество фильма вносится, но это не решающий фактор совершенно. Все же, это же, ребята, любое кино — это сумма составляющих, как дом. Нужен фундамент, нужны прочные стены. Понимаете, если вы возведете красивый балкон, но стена слабенькая, допустим, это там, или фундамент слабенький, как сценарий, дом рухнет с красивым балконом. Вот и все. Все должно быть прочно и здорово. Но иногда ведь как раз в ваших мультфильмах видно, что вы обходите законы физики на краю земли, как раз в мультфильм, где дом стоит на вершине и не падает. Вот такие парадоксы, они важны все-таки в мультипликации? Мультипликация строится на парадоксах. Знаете, это все-таки клоунада, абсурд. Это один из основных инструментариев анимационного кино. Именно визуальный абсурд. Один из тех факторов, который отличает анимацию от игрового кино. Визуальный абсурд, конечно. В игровом кино такую техническую вещь возможно сделать, как домик на вершине, на острие горы. Но из-за точности физики, фотографичности, пусть даже компьютерной графики, мне кажется, потеряется условность, и зритель не будет материала играть с этим в уме, когда он смотрит. Физика будет забивать абсурд. То есть получается, что мультипликация, она вне законов физики, и как раз в этом ее прелесть. Конечно, ну не всегда, но часто. Это один из инструментариев анимационного кино, очень главный, конечно. Вот вы сейчас продемонстрировали голос сына царя Василеса. Слышала я, как вы озвучиваете разных персонажей. Насколько это трудоемко поймать интонацию, нужную интонацию, нужный тембр, и, ну я не знаю, возможно, диапазон героя в каком-то смысле. Насколько вот, как это происходит? Происходит, как в любом кино, потому что даже в игровом кино, вы, наверное, знаете, слышали, что играть может один актер, а голос ему присваивается другого персонажа, в смысле другого актера. Бывает такое по разным причинам. Например, там избегать акцента в иностранных продукциях и так далее. Но как это, ребят, ну это, ну любому профессиональному человеку это на самом деле очень несложно сделать. Там уже вопрос диапазона, если нужно менять тембр, там еще что-то, диапазон этих там всех, повышения, понижения голоса. Ну это просто, получается, то вперед. А дальше, понимаете, вопрос худож... Это технический вопрос. А еще один главный вопрос художественный, который там на совесть режиссера или продюсера, как минимум, когда они смотрят, попадает в визуальный образ персонажа, анимационного, рисованного как-то. Голос человек или все. И принимается решение. Ну здесь интересно, вот мы как раз строим интервью, аудиальное и визуальное мы задаем вам вопросы. Здесь интересно, что такой вывод, во всяком случае, у меня возникает, что визуальное это парадокс, аудиальное все-таки подчинено определенным правилам. А есть вот некий такой контраст между аудио и картинкой, собственно? За меня запутали. Но мы говорили о парадоксах, которые как раз когда домик стоит на горе, и он не падает. И там возможно все, вот если говорим о картинке. А вот когда мы говорим об озвучивании, там все подчинено определенным правилам. Смотрите, в озвучании правила одни. Это должно быть профессионально, просто по голосу, по актерски, по актерски профессионально. И абсолютно попадать в образ персонажа. Ну как наш там великий Леонов попал в Винни-Пуха. И можно разные примеры найти. Вот, собственно, это два самых главных требования. Все остальное это технические вещи. Встал к микрофону, записал. Несколько дублей прогнали, выбрали лучший. Все. Я повторяю, это не так сложно, как может показаться. Вот вы в одном из интервью говорили о том, что кино сегодня прежде всего выполняет функцию развлечения. Вот насколько, на ваш взгляд, это правильный подход? Ведь зачастую, даже если мы говорим о мультипликации, то там заложены смыслы, и большие такие смыслы. Тот же, например, ну скажем, ежик в тумане, да? И мысль о том, что ты можешь войти в самый темный туман, зная, что где-то там тебя ждут можжевеловые дровишки. Ведь это выходит за рамки просто развлечения. Как вы думаете? Смотрите, развлекательного компонента любого кино никто не отменял. Поймите, это главная его функция. Не надо бояться этого слова, не надо бояться этой позиции кино. Это одна из его функций. Вопрос уже, насколько сильный, главенствующий и так далее. Конечно, дальше любое произведение кинематографа делится ровно по этим составляющим. Какая, насколько у нас сильно заточена на то, чтобы только развлекать, насколько оно заточено только, чтобы там, как говорят, собирать кассу, или насколько автором оно заточено на то, чтобы нести какие-то авторские мысли и какой-то философизм. Это просто идет конкретное каждый раз деление. Ну, наверное, развлекательный... Вы же понимаете, в кино все ходим, следим, да? Развлекательный контент сегодня превалирует и всегда превалирует над авторским каким-то там философским кинематографом. Понимаете? Это нормальная ситуация. Было бы странно, если бы было наоборот. Просто каждый зритель всегда выбирает, куда, в какой момент и зачем он пойдет. И зрители, как я, например, я могу с удовольствием пойти на «Терминатора». Я знаю, что меня там ждет. Я люблю такое... Это жанровое кино, поймите. Я люблю... Я же не идиот какой-нибудь, так сказать, в авторском кино есть подряд. Я пойду, я найду время для развлечений. Время для развлечений. Посмотрю «Терминатор» или еще чего-то. Завтра я посмотрю «Джима Джармуша», если мне порекомендуют репрессы, там, коллеги еще что-то, скажут, что это здорово. Вот и все. Мы в праве выбирать, и художники в праве делать то, что им близко и что им нравится. Спасибо. Да, у нас есть звонок. Сейчас радиослушатель на линии. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Вот как раз ежик в тумане я хотел вопрос задать. Рассказывает, что Невенный, когда должен был озвучивать запыхавшегося медвежонка, он перед этим бегал по студии, чтобы самому запыхаться, чтобы было достоверно. А как вы? Вы готовитесь как-то или сразу садитесь и озвучиваете? Спасибо. Замечательный профессиональный вопрос, да. Для чего Невинный бегал? Потому что, чтобы одышку показать правильно физически, чтобы как раз... Вот это и есть профессионализм, понимаете? Чтобы зритель почувствовал, что он действительно запыхался. Это как сделать? Только если вы действительно физически запыхались. Можно, конечно, это сымитировать. Вот я сейчас никуда не бегал и могу сделать... Понимаете? Но это будет неправда. Я сам ее чувствую. Мне нужно действительно побегать, чтобы моя одышка была естественной. И естественным образом прорывался уже через одышку мои слова, мой текст. Если я вот там в фильме, например, у Василевса, там сыночек Леонид ест яблоко. Ребята, можно сделать так. И говорит текст. Можно сделать так. Понимаешь? Я люблю яблоки. Это одно. Но чтобы было правильно и профессионально, я это сделал. Я брал яблоко, ел его перед микрофоном и говорил текст. И тогда все получалось естественно и дружило с картинкой, где у меня персонаж ест яблоко. Вот и все. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. Что касается кассовых сборов, насколько они являются ориентиром и показателем для Вас? Было время, когда Ваши три богатыря не обошли храброе сердце компании Pixar и Walt Disney, но в то же время мультфильм «Крепость», который провалился в прокате, Вы называете одним из лучших. В чем вопрос? Насколько кассовые сборы, насколько они являются для Вас каким-то ориентиром, может быть, показательным моментом? Сейчас, Анна, давайте я поясню, чтобы слушателей опять не вводить в заплуждение. Все озвученные фильмы не мои. Я не владелец студии «Мельницы» петербургской. Я не ее босс. Я режиссер. Я наемный человек. Здесь еще 30 режиссеров. Это гигантская большая студия. Гигантская большая студия. Я сделал как режиссер на этой студии, если мы говорим о коммерческих проектах, за 20 лет всего два полнометражных фильма. Всего два. Это Алеша Попович. Из девяти фильмов «Мир богатырей». Это Алеша Попович. Самый первый фильм. И вот в этом году самый последний, про который мы говорили, где вот сын Леонид, «Наследница престола». Вот тот фильм, про который вы чуть-чуть раньше сказали, обошедший действительно в России по сборам «Храброе сердце», там и я режиссер. Понимаете? Более того, мы режиссеры. В этом смысле никаких бонусов сверх того, что мы тут просто зарплату получаем, от прокатов не получаем. Мы маленькие люди. Тут никаких иллюзий не надо. Смотрите. Получают бонусы продюсеры, прокатчики. Для них, конечно, это важно. Потому что финансовый успех для них важен. Почему? Не для того, чтобы там набить карманы. Что тоже не будет. Но еще для того, чтобы содержать и давать способность, возможность работать, в такой студии, в студии «Санкт-Петербург», в которой ее участвовали, где 300 человек. Продюсеры и боссы ответственны за эти люди. Они дают им работу. Все вертится. Финансовая вот эта подушка от каждого сбора, она это все подкрепляет, и на ней все держится. Да как же? Понимаете, можно хвастаться каким-нибудь хорошим, действительно классным, дожественно высоким фильмом, но он провалится в прокате, и студия развалится. Поймите, вот это очень сложный баланс. Где мы как художники, а где мы как коммерсанты? У нас сейчас возникают проблемы со звуком. Мы перезвоним нашему гостю сейчас, для того, чтобы качество было лучше. 672-12-93.9 и 672-13-93.9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте свои вопросы. Также пишите нам в WhatsApp 230-6191. Да, с нами снова на связи Константин Брозин. Слышите ли вы нас? Да, слышу вроде. Меня-то слышно? Да, отлично. Периодически пропадал звук от микрофона, может быть, как-то вы отдалялись, но сейчас у нас все отлично. Нет, нет, я здесь вроде. Да, вот сейчас все хорошо. Я даже имела в виду, в какой-то степени это может быть признаком успешности большие кассовые сборы для вас, как для режиссера. Даже не с финансовой точки зрения. Это при... Нет, смотрите. Вот тут я четко делю. Художественные качества, ну это все сегодня знают, художественные качества очень часто совершенно не соответствуют финансовому успеху, какой бы то ни было картин. Такое бывает. Низкое художественное качество, при этом гигантские финансовые показатели. Бывает наоборот. Очень хорошее качество, высокое, но низкий уровень посещаемости зрительского интереса. Знаете, это сложная вещь. Тут можно долго рассуждать на эту тему. Иногда эти вещи пересекаются. Ну, например, как в фильме «Аватар». Абсолютный, или «Титаник», например, оба фильма Джеймса Кэмерона. Понимаете, там и по художественным параметрам все здорово, и просто рекорды мы знаем по зрительскому интересу. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаю вас. Александр. Да, Александр. Ну, поскольку вы заговорили про «Титанцию», я хотел бы задать вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какого рода деятельности относятся ваши? Или вы, так сказать, самозанятые лица, или индивидуальные, или вы наемный работник, скажем, у вас временный договор, или постоянный? Это очень большая разница в смысле социальной защищенности. Спасибо. Спасибо. Вот такой вопрос. Я, в принципе, уже про это говорил. Коротко повторю, я наемный работник, правильно, я здесь на трудовом соглашении, хотя уже 20 лет. Я получаю зарплату, меня можно выгнать, отчитать, сделать выговор, так сказать, или нагрузить какой-то работник. Все. Вот как раз вы в одном из интервью говорили, что творческий процесс заканчивается в тот момент, когда ты придумал идею, и дальше уже с утра приходишь на работу, и начинается рутина. Может ли она, бывает ли она для вас испытанием, этот рутинный процесс? Всегда. Всегда. И вообще пытка. Последние годы для меня это пытка, я терпеть не могу этот процесс. Вот тот самый процесс, когда нужно материализовывать то, что ты давно уже пережил и придумал внутри себя. Как говорил тот самый знаменитый французский режиссер Рене Клер, это его знаменитая фраза, все кинематографисты ее знают. Мое кино готово, осталось его только снять. Вот этот чудовищный зазор между готовостью того, что ты уже все сформировал внутри, ты видишь кино внутри, но его нужно теперь снимать, чтобы его увидели зрители. Это кошмар. То есть удовольствие приносит только вот это осмысление? Конечно. Процесс осмысления и есть настоящее творчество в кино. Конечно. А это всего, представьте себе, господа, 20% от того, что вообще кино, это производство на 80%. И 20% условно, это всего лишь творчество. Тут тоже никаких иллюзий, что кино это бесконечный праздник. Ничего подобного. А результат он может принести удовольствие, когда вы уже видите, что все это? Конечно. Когда ты понимаешь, что у тебя что-то все-таки удалось, и ты с неизбежными потерями, потому что в производстве теряется что-то всегда, с неизбежными потерями пришел к какому-то вменяемому результату. А чувство удовлетворения от работы, оно так же неуловимо, как и этот творческий процесс, это состояние какой-то радости, эйфории? Ой, сложный вопрос. Иногда уловимая, иногда, вы знаете, вот я предыдущий фильм свой заканчивал, 2014 год, который называется, это авторский фильм, 15 минут. Мы не можем жить без космоса. И я делал его, 15 минут, я делал его 4,5 года. И когда я заканчивал его, вы знаете, я все время предвкушал, вот когда я понимал, что я сейчас поставлю точку, я буду такой счастливым, мне так будет хорошо. Вот эта вся рутина 4-х лет, она рухнет, и все, я буду свободным. Я однажды поставил точку, сделал, и не почувствовал никакого счастья. Вот это, я был так удивлен, мне было так странно это. А где же счастье-то? Я не знаю, это было, видимо, такое эмоциональное опустошение, я был так выпотрошен, что сил на счастье уже не осталось. Ну и боли тоже не было, когда с этим мультфильмом... Нет, 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 ну конечно, этого тоже не было. Боль, когда ты производишь кино, там боль, да. Отпуская мультфильм, отпуская свое произведение в жизнь, вот кто-то сравнивает это с рождением ребенка, кто-то говорит, как Людмила Улицкая, о том, что после каждой книги она умирает и потом воскресает. Написав роман, она думает, что никогда этого не сделает. У вас какое ощущение после? Ровно такое же, я согласен, ровно такое же, да. То есть это ощущение смерти и воскрешения потом? Ну, скажем так, это ощущение, ну там, может быть, не смерти буквально, но то, что ты что-то вынул из себя и выплеснул в мир, ну это прежде всего об авторском кино, конечно, об том, над чем страдаешь. Это, конечно, есть, безусловно. я это немножко сравниваю с рождением не ребенка, а с рождением чужого из себя. То есть, потому что для меня замысел, это, знаете, как чужой, он поселяется во мне независимо от того, хочу этого или нет. И я просто вынужден сделать кино, вынуть из себя этого чужого, чтобы он не отравлял меня жизнью. Потому что я этого не сделаю, он будет меня жрать изнутри. Я буду думать про этот замысел, это кино у меня будет в голове, и я не буду свободным. Понимаете? То есть, это момент освобождения от замысла. Вот это, я бы сказал, это самотерапия. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами буквально через несколько минут. Микс Ньюз. Радиоболтком. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня аниматор, сценарист и режиссер анимационных фильмов Константин Вранзит. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Здравствуйте, еще раз. Телефон на прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите, пишите в WhatsApp 2306191. Задавайте свои вопросы. Вот вы, говоря о детстве, в одном из интервью вспоминаете то, что не любили советскую мультипликацию, так как вам всегда в ней казалось что-то есть фальшивое и слащавое. Вот как вы ребенком эту приторность, может быть, и фальшь могли ощутить и в чем она была именно? Как я мог ее ощутить? То, что называется кишками, организмом, как, ну, это первый такой, наверное, первый рецептор, которым вообще любой человек воспринимает произведение искусства. Вот чувствует он по отношению к нему что-то, и дальше вопрос разобраться, что я чувствую по отношению к картине, музыке или кино, и как это на меня влияет. Дальше уже идет диалог, на какой форме он начинается. Я чувствовал вот эту, ну, как чувствовал, мне не нравилось вот это вот сюси-масюси. Знаете, Александр Татарский, наш великий, тоже советский, российский режиссер, один из моих учителей, я всегда про это говорю, он произнес фразу про советскую, что 80% советской мультипликации основаны на том, что зайчик пукнул, а ежик его пожалел. Понимаете, я услышал от него фразу уже во взрослом возрасте, но я понял, как он точно это сформулировал. Понимаете, я так никогда не сформулировал. Я понимаю, что людей сейчас посыпятся звонки, возможно, возмущенных людей. Смотрите, очень трудно объяснить, этот момент в двух словах, вот в таком быстром диалоге. Это сложная профессиональная позиция. Понимаете, мы все любим мультипликацию, все выросли на советской мультипликации, но это правда, там не так много гениального, как может показаться на первый взгляд непрофессиональный. Вот и все. Ну, то есть вам не нравилась эта некоторая надуманность в советских мультиках? Мне не нравилось морализаторство, потому что вся советская мультипликация строилась по принципу идеологического госзаказа. Это было неписанное правило. Мультипликация, первая была чудовищная установка, мультипликация существует для детей. Если для детей в советской идеологии мы должны детей правильно воспитывать в русле советской идеологии. и в этом смысле навязывалось вот это правильное в кавычках воспитание детей. Вроде ничего, понимаете, чудовищного. Дисней тоже этим занимался. Добро побеждает зло. Конечно. Маленьких не должны обижать большие сильные. Все вроде бы правильно. Современная мультипликация ровно такая же. там нет вот этой приторности и далирования вот этих догм. Потому что в советской мультипликации они... Да, мы вас не слышим. Сейчас слышим. Да, сейчас слышим. В советской мультипликации эти догмы, эта педаль вылезала на первый план. И я чувствовал, что ради этого и делается мультфильм. Мне это не нравилось, это фальшиво. Искусство это не трибуна, господа. все-таки мультипликация это вид искусства. Они с него сделали предмет воспитания детей. Это неправильно. Ведь сейчас очень многие ставят своим детям уже на современном постсоветском пространстве как раз советские мультфильмы «Кот Леопольд», который учит всех жить дружно, ну погоди и так далее и тому подобное. Вот как вспомнили «Кот Леопольд», один из самых чудов... Вот как раз прекрасный пример того, о чем я сейчас говорю. «Ребята, давайте жить дружно». Ну, зачем для этого делать мультфильм? Повесьте в детском саду плакат. Знаете, каждый день его будут видеть дети и это произведет гораздо больший эффект, когда перед глазами будет этот плакат, дети будут его видеть, знать наизусть, чем они там раз в год посмотрят этот мультфильм. КПД полезного действия от плаката будет больше, уверяю вас, в этом деле. Ну, опять же, когда говорят о западной мультипликации, нередко приходится слышать такое мнение, что детям это страшно показывать, потому что там бьют по голове и так далее и тому подобное, там нет добра. Опять же, мы говорим сейчас о таком среднестатистическом мнении, которое приходится слышать. Вот вы с этим не смотрите, нет, потому что я всегда одним способом на это возражаю. Да, смотрите, западные дети получается выросли вот на этом контенте, где Том и Джерри бьют друг друга бесконечно по головам. Но, смотрите, если бы это действительно влияло так на подрастающее поколение, как мы ошибочно думаем, то тогда западные цивилизации давно рухнуло бы. Понимаете, во что бы нас... И это к чему? Она прекрасно существует, получше нас. И все там нормально с моралью, с нравственностью, не хуже, чем у нас. Иначе, повторяю, там не было бы того уровня развития, на котором, понимаете, не надо переоценивать влияние анимации на детей. Смотрите, берем статистически 100 человек, 100 человек. Да, вы снова пропадаете и снова возвращаемся. раз, но я вроде у микрофона. Мы только вам говорим, что вы пропадаете, сразу возвращаетесь, видимо, какая-то... берем 100 советских детей. Все они, все они одинаково смотрели «Ежика в тумане», «Ну, погоди», и всю советскую мультипликацию, одинаково. но статистически, я думаю, примерно все так происходит. 10 из этих детей стали учеными, 10 художниками из этой сотни, двое или один обязательно попадут в тюрьму, и там 10 стали инженерами и так далее, и так далее, и так далее. Статистика не изменится, хотя все смотрят одинаковые мультфильмы. это к тому, что не надо переоценить влияние мультипликации на детей. Не надо, она влияет, но что-то формирует их гораздо более сильнее, другое, совсем не мультипликация режиссера, понимаете? В фейсбуке у нас вопрос, Артем спрашивает, как вы заинтересовали «Квартет И» в написании сценария для третьей части Ивана Царевича? Никак, я к этому никакого отношения не имею, повторяю, я не продюсер и не директор студии «Мельница». Это продюсерское решение, они там их вызывали, связывались с ними, я никакого отношения к этому не имею. Ну вот часто приходит слышать все-таки мнение о том, что трех богатырей их сделали как сериал для взрослых, ну по крайней мере так говорят. Все-таки возрастные рамки какие-то есть в этом смысле? Насколько я понимаю установку, идеологию продюсеров в студии «Мельница», это все-таки то, что называется фэмили-фильм, для семейного просмотра. И насколько я помню, там в нашей официальной обязательной градации возрастной категории, там по-моему стоит всегда, ну если не 0+, то хотя бы там 6+, по-моему, точно. Ну понимаете, ну да, 0+, это уже 6+, да. Ну то есть это охват, опять же, смотрите, это коммерческое предприятие, эти богатырицы, для продюсеров. Если мы сужаем аудиторию, отрезаем, там, делаем 12 или 16+, ну смотрите, какое количество потенциальных зрителей мы убираем из кинотеатров. Это неправильно, конечно, такого рода фильмы делаются с максимальным охватом аудитории. Вот и все. Вот мы говорили с вами об образах в советской мультипликации, а образ Ивана Дурака в «Трех богатырях» тех же, например, да, все говорят, что повезло ему, да, что дуракам везет, так еще иногда люди формулируют. Ивана Дурака в «Трех богатырях»? Ну, Ивана Царевича, ну так или иначе, его образ чем-то схож, по крайней мере, и вот как всегда люди говорят, что вот, не знаю, эти дураки, как правило, облапошенные жизнью, часто там, не знаю, остаются поработать условно, делают какое-то добро, и в итоге их все считают дураками, а в то же время жизнь их вознаграждает. Как вы считаете? Считаю, что правильно это или нет, или что, о чем речь? В чем вопрос? Ну да, насколько, ну это, я не знаю, в этой сказке отражено это, что вот так в жизни происходит, что Иван Царевич находит Василису Премудру, вернее, Иван Дурак и становится Иван Царевичем потом. Ну, ребята, это такая, это непростой вопрос. Смотрите, тут сейчас можно, знаете, начать развивать мысль о том вообще, как, что такое сказка по пробку, да, вот наш знаменитый советский исследователь вообще мифологии сказки, Владимир Проб, не помню Владимир, но Проб, его фамилия, вот там очень-очень подробно и долго он об этом рассказывает. Это непростая вещь, фольклорный материал, в котором вообще есть какие-то глубоко национальные, народные там вещи, сформулированы, и сколько мультипликации на эту тему сделано и будет делаться, и Иван Дурак в этом смысле, он оттуда, вот да, это тот самый персонаж. Тут можно долго на эту тему говорить, опять, с точки зрения воспитания, это странная фигура, если вы это имели в виду. Да, действительно, он дурак, ничего не делает, и все происходит по щучьему велению, вот эта бесконечная народная леность и желание получить все на халяву, она, конечно, ну, смотрите, это неправильно говорить, что это там русская национальная черта. Да нет, все люди на земле ленивые, все с удовольствием, никто никогда не откажется от халявы, понимаете, это нормальная ситуация, но просто почему-то у нас такой персонаж стал русским, нигде такого другого персонажа вы даже не найдете, наверное, я не специалист в разных национальных сказках, но не слышал. Смотрите, сложная фигура, спорная, но все-таки человек мечтает о везении, о счастье, конечно. Везение, это, в общем, это действительно то, что сваливается как ман на небес. Ты вроде ничего не делаешь, а тебе везет. Мы завидуем иногда там кому-то где-то повезло, здорово, почему на его месте не я. Нормальная ситуация, вот такой персонаж нашел отражение вот этих, так сказать, человеческих чаяний, мечтаний о том, чтобы мне повезло. Да, мы вас снова плохо слышим и снова слышим хорошо. Ну, я, в принципе, вроде бы все сформулировал. Да. Так долго и... Но это феноменальный персонаж, так или иначе, свойственно именно русской культуре. Какой еще раз... Феноменальный персонаж, так или иначе, феноменальный персонаж. Да, хорошее слово, феноменальный персонаж, да. Я других таких не встречал нигде, я повторяю. И, конечно, это, в общем, такой, в кавычках, национальный герой. Действительно, его... Но герой не в смысле, подвига, да, а в смысле популярность, конечно, как персонажа, да, Иван Дурак, по щучьему велению, да, вот сделай, сделай, я ничего... Смотрите, старик из золотой рыбки, по большому счету, несет ровно ту же идеологию. Там все сваливается с неба. Дай мне, и он это получает. Ну, там, не себе, а жене, да. Ровно та же идеология. Тонкая вещь, да. А Булгаков, когда говорит, никогда ничего не просите, сами предложат, и сами все дадут, получается, это продолжение этой истории? Вот этой философии? Хватили. Кстати, эта фраза у Булгакова, никогда не просите ничего у тех, кто сильнее вас, всю жизнь не давала мне покоя. Это я... У меня нет готового ответа. Это не давало покоя, и я ответа не нашел. Почему это так? Потому что в жизни все равно ты бесконечно стоишь в позиции, что тебе... Что ты зависишь от сильных мира сего. По работе, еще как-то. И ты вынужден иногда действительно что-то просить, чего-то добиваться. Это сложная ситуация. Ты понимаешь, что и держа в голове это, так сказать, правило, вот эту фразу Булгакова, если ты этого не сделаешь, ты просто можешь остаться, ни с чем не получить то, что тебе необходимо для работы, еще для чего-то. Ты не будешь реализовывать каких-то своих планов. Но при этом, в чем вот этот вот когнитивный диссонанс мой лично внутренний, что я понимаю, где-то в глубине, что Булгаков прав. И вот это никак не сходится в голове. Это сложно. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите ватсап 230-6191. Да, обратная связь со зрителем важна для вас, насколько, может быть, мнение зрителей важно сегодня, опять же, в эпоху хейтеров и часто неконструктивной критики. Вот реакция имеет значение на вашу вопрос? Хороший вопрос. Смотрите, сейчас, это очень, очень сложный вопрос. И у меня отчетливо давно сформировалось ответ на него. Но как его правильно донести? Смотрите, если жестко и просто, мне все равно, что скажет зритель. Но прежде всего, я сейчас говорю, это я делю там коммерческий полнометражный фильм там, Алеша Попович, или который делается для зрителей, там уже интересно. Придется зрителю по душе или не придется? Вот там интересно. Но если я делаю глубоко, вот рожаю того самого чужого, глубоко авторское свое какое-то маленькое кино, вот там мне уже действительно становится все равно, что скажет зритель. Потому что я знаю, он ничего в этом не понимает, он не профессионал и не обязан понимать, это не его профессия, да, разбираться там в этих всех нюансах режиссуры, драматургии и так далее. Тем более, когда там вылезает в фильме что-то вообще, какие-то свои личные вещи, да. И я, у меня так много уже ощущения, что я делаю кино вот такое авторское для буквально для нескольких человек в мире. В прямом смысле. Это мои там коллеги, друзья, чье мнение я уважаю, педагоги мои, и вот там мне интересно, что они скажут. Скажут, Бранзит, вот в этот раз ты дал, ты поднялся там на следующую ступень, вырос там, или еще что-то. И я понимаю, что в этом вопросе они что-то понимают. Вопрос, понимаете, чье мнение я слышу. А если ко мне подходит словно на зале Мария Петровна или Иван Иванович, и я там понимаю, что он там не специалист, и он хвалит. Понимаете, ну здорово, всегда приятно, но я пропускаю это, вот в одну уху влетает, в другую вылетает. Потому что я из-за этой похвальбы или критики никуда не шагну, потому что она непрофессиональная. Хотя, смотрите, я же да, мы снова должны вас вернуть, когда мы говорим, вы возвращаетесь. Вот такой парадокс у нас сегодня. Хорошо, прекрасно, возвращайте меня чаще. Вы вернулись, теперь можно. Даже даже не в профессиональном мнении может раскользнуть что-то конструктивное и точное, опять же, которое попадет в мои собственные ощущения по отношению к тому, что я сделал. Я про себя отмечу, надо же, какое точное замечание, я сам про это думал, я с ним согласен. Да, вот там в каком-то моменте у меня не получилось. Вот. Так что, то есть, ты все время фильтруешь эту информацию. Но ценнее для меня информация та, конечно, которая от профессионалов. А мнение детей, потому что вы сказали о точности, ведь целевая аудитория ваших работ это дети, вот не боитесь, что какой-то ребенок может кишками почувствовать. Что вам сказал Анна, что целевая аудитория дети. Ну, в том числе, в том числе дети. Авторское кино ни в коей мере, это у меня не детский контент, хотя дети его смотрят. Смотрят еще как смотрят. И плачут точно так же. И у них очень взрослые чувства, и они знакомятся явно с тем, и они получают ровно то, те переживания, а искусство это прежде всего переживание. без переживаний и возможно настоящие искусства. И они получают те самые переживания, которые они не получат, скорее всего, там, смотря Кота Леопольда. Ну, опять, я условно там от возраста зависит и так далее. Понимаете, вот глубинных переживаний, человеческих, да, но мои фильмы, повторяю, не направлены в прямую на детскую аудиторию. Да, богатыри, если мы говорим про них, там, Иван Царевич, да, это детская аудитория, но опять же, я ответственен только за два фильма полнометражных, которые я сделал за 20 лет, все остальное, говорится, не ко мне. Детям нравится, знаете, в этом смысле дети благодарны зрителям. Им чего не поставь ощущение, что Кот Леопольд, что Алеша Попович, там, Иван Царевич, они будут это смотреть. Другое дело, что смотрите, показатель детского восприятия, качество детского восприятия всегда один, его можно измерить, как ни странно. Вернется он к просмотренному фильму уже, или, посмотрев один раз, уже никогда про него не вспомнят. То есть, часто мы слышим от родителей, мой ребенок все время просит поставить тот или иной фильм. Он посмотрел его 20 раз, понятно, что он его просит поставить, а какие-то фильмы он забывает, проходит мимо него, посмотрел, все, вот это показатель детского восприятия. Интересно ему будет это пересмотреть или нет. Но ведь бывают и другие истории. Опять же, мы упоминали уже «Ежика в тумане» Норштейна. Говорю о себе очень субъективно. В детстве мне этот мультфильм не нравился. Я вас прекрасно понимаю, это не детский фильм совсем. В подростковом возрасте я пересмотрел его другими глазами, я что-то там нашел, а уже после 20, ближе к 30, я посмотрел его совершенно иначе. Это для меня уже совершенно другое откровение. И в этом смысле я ведь возвращался как человек в течение своей жизни, в течение десятилетия возвращался к этому мультфильму. Хотя в детстве я бы не попросил поставить его второй раз. Ровно та же история. Да, смотрите, вы не профессионал от кино и мультипликации, но прожили мы жизнь вместе с «Ежиком в тумане» ровно одинаково. Вот видите, это говорит даже больше не о нас, не о нас двоих, а как раз о качестве этого фильма. Представляете, какая же глубокая эта вещь, да? Кота Леопольда ни вы, ни я не пересматривали. Нам нечего там искать. Это плоское, неинтересное, банальное, прямолинейное кино. Вот и все. В этом разница. То есть получается, что ребенок не сразу может оценить некоторые вещи, но потом может к ним вернуть. Конечно, «Ежик в тумане» не сделан для детей. Это в общем авторское кино. глубокое, философское. Другое дело, что я сейчас могу такой прямой жесткий вопрос задать, а вы точно уверены, что вы понимаете смысл «Ежика в тумане»? Я не уверен, потому что я понимаю свои смыслы и нахожу, возможно, свои смыслы в этом мультфильме. Вопрос, совпадаем ли мы с Норштейном, у которого мы брали интервью в свое время, или нет, это, наверное, другой вопрос. Но смысл-то, который он там открывает, я могу найти и свои, в этом как бы это тоже силы искусств. Вы можете это имейте право интерпретировать. Темой отличается глубокое содержательное кино, что оно позволяет, в отличие, опять, извините уж за муссольник от Олеопольда, но просто это хороший пример, и вы его озвучили, так сказать, это название. Чем оно отличается? Там нечего искать, повторяю, там нет слоев. Вот все, что на поверхности от второго и третьего просмотра, там не прибавится ничего. И это плоское кино. И тем оно неинтересно. Хотя там ладно, дети смотрят эти первые слои дружбы, считывают там все замечательно. А «Ежик в тумане» может нас каждый раз повернуть в какую-то неожиданно другую сторону, и мы можем там что-то для себя обнаружить, открыть и прорефлексировать на эти темы. И вот это уже глубина произведения, которая нам дает эти возможности. И это нам интересно. звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, еще раз. Да, слушаем вас. Коротко задавайте. Вы знаете, вот вы несколько раз упомянули котов Леопольдов. Вот раньше это были мультики. И смысл был совершенно определенный, так сказать. в мультиках были коты, а в жизни было очень жестко. А вы, наверное, живя в Москве, не видите, что сейчас происходит. Сейчас, например, давят со всех сторон. А вот Владик... Да, вопрос задавайте, а то у нас мало времени. Да, вот вы посмотрите, посмотрите, пожалуйста, более широко. И про Булгакова тоже. Конечно, Булгаков, так сказать, не в религиозном смысле имел в виду, не просите. Потому что вы думаете, что жизнь кончается, так сказать, и надо просить. А Булгаков имел в виду, так сказать, в широком смысле... Да, спасибо вам, но это такое философское размысление. Реплика, скажем. Хороший комментарий. Единственное, что я живу не в Москве, а в Петербурге. Прекрасно знаю, что творится вокруг. Я так понимаю, реплика слушателей была в защиту Кота Леопольда. Но кто бы сомневался. Я же говорил, что, ну видите, все-таки один звонок точно раздался. Мне трудно это в двух словах объяснить. Хотя сейчас в последние 20 минут ровно это и делал. Но поймите, если человек всю жизнь живет с ощущением, что советская мультипликация и Кот Леопольд это здорово, и ничего другого вокруг, он просто не знает и не видит, ну опять, это не его профессия, он не должен смотреть мультфильмы. Зачем ему это надо? Опять же, потому что старый, ну, старый, в смысле, по возрасту советский зритель живет с ощущением, что это детский материал. И сегодня ему не нужно смотреть мультфильмы. В каком-то смысле он прав, конечно. Да, тогда получается, что он остался на той платформе с тем материалом. Да, мы вас возвращаем. Да, возвращайте. Человек остался с тем материалом на той платформе и тут его, тут уже нужно срочно, если интересно, нужно смотреть мультипликацию современную. Там много чего есть. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент доступен, Константин Бранзит, режиссер анимационных фильмов, аниматор, сценарист, был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо вам, ребята. До свидания. До свидания.